Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games. Третий тур Кубка Мира 2016 года ретро-NHL. NHL 17 у нас продолжается, и мы со сборной России первую игру сыграли так себе, ну а во второй выдался фееричный матч. Если вы не видели, то обязательно по ссылочке в описании переходим и смотрим эту замечательную игру. И кстати, друзья, я напоминаю, что кнопочка должна быть не красной подписаться, а серой. Тут потому что 60% моих зрителей почему-то не подписаны на мой канал. А еще вы должны нажать колокольчик, чтобы первыми увидеть это видео и сразу же написать свой комментарий, потому что тот, кто пишет первый комментарий, получает от меня лайк. И пожалуйста, друзья, на прошлом ролике есть классная активность, но не так много просмотров. 2000 лайков под этим видео набираем. Выходит следующий видос карьеры за сборную России. И для того, чтобы его как можно больше людей увидело, распространяйте его, показывайте своим друзьям. Пускай они увидят, какую классную карьеру мы с вами играем за сборную России на Кубке Мира. Что ж, матч у нас с Финляндией. Я оговорился в конце прошлого видео, что против чехов мы играем. Нет, против финнов. Это наши заядлые соперники. И смотрим. Мы на статистику. Вот такая вот она. И у финнов пока нет очков вообще. В звеньях изменений мы не делали. Все то же самое, как и было. Как говорится, победный состав не меняется. Смотрим на рейтинги сборных. И у финнов он в какой-то степени послабее. Хотя, как тут можно сказать послабее, если у них только в атаке показатели чуть ниже. В остальном же мы даже в вратарской линии проигрываем. На мне точно такой же свитер, как на Александре Овечкине и с его же фамилией, с эмблемой Кубка Мира. Ну что ж, атмосферненько перемещаемся. В Торонто Пекарины против Сережи Бобровского. Я думаю, что это будет очень эпично. Хотелось бы избежать того неприятного начала матча. Ох! Спасибо, Бобровский. Только я сказал о том, что мне хочется, чтобы начало встречи было не такое, как в прошлой игре. И сразу же у финнов сумасшедший момент возникает. Но надо сейчас собраться. Парни, я понял. Понял, в чем проблема. Мне нужно камеру поменять. Ну да ладно. Сейчас мы это сделаем. Емелин, герой у нас прошлой встречи в отрицательном плане. Так как глюк на нем какой-то случился непонятный. Вы помните этот момент. Как-то мимо шайбочки он сильно чересчур проехал. И какой момент сейчас был у Овечкина. Мы обязаны были счет открывать. Тарасенко. Свежий обладатель Кубка Стэнли. Да что ж Рина-то делает, а? Нестеров. Начинает атаку. Панарин. Передачу дальше. Панарин. Вахилий. Бросок и пол. Хлебушек. Вот так вот подобрал. Тема эту шайбу кистевым точно в дальний угол забивает. Первый гол на этом турнире. Панарина. И первый раз на этом турнире мы, друзья, выходим вперед. Что ж, посмотрим на ответ. Фин офлайн. Тут передачу с партнером. Еще один пас. Финны засели прямо у нас тут в зоне. Мята. Барков. Лайны. И Бобровский. Выкинуть шайбу, пожалуйста. Вот это опасная была сейчас. Атака от Финляндии. И еще один момент. И все-таки второй волной они забивают. Ну, вот вообще не мог я шайбу у них отобрать. Просто. Просто никуда. Знаете, как кнопочка включилась. Барков сравнивает счет в этой встрече. Финны решили, что они хотят забить. Они забили. Слишком быстро Финны отыгрались. Если честно, не совсем мне так хотелось видеть сценарий этого матча. Смотрите, что у Бобровского тут проблемы вновь. Но справляется наш голкипер. Хорошо? Хорошо? Нет. Некому отдать передачу. Приходится назад. Довольная такая позиция была у Емелина. Но щелчок его видел голкипер. Тихо, тихо, тихо. Емелин опять. Так ну как же? Как попросить партнера, чтобы он от меня отклеился? Какие же тупые боты, ребята. Пас. Можно убегать. Два против одного. Дацук. Открывается на дальней штанге. Пас через борт. И бросок. Но уже острый угол был у Павла. И еще один опасный момент у Финов. Панарин. А тут сирена, кстати, мог Тёма убежать. Что ж, невероятный и крутой получился первый период. Просто заруба какая-то сумасшедшая. Мы имеем небольшое преимущество по броскам. Но по счету 1-1. Самая, а или одна из самых лучших голкиперских позиций на этом Кубке мира у Финляндии. Так что пробить этого вратаря будет невероятно сложно. Уже раз нам это удалось сделать. Но этого нам сейчас мало. Нам нужна только победа, чтобы выходить из группы. Но я думаю, многие из вас это и так понимают. Пятак открытый еще. Вот это попал. Вот это попал. Вот это там бутылка куда-то в космос просто улетела. Вот это гол от Борна России. Лайк. Алексей Марченко. Красавец. Выкатился на пятак. И как шандарахнул в эту девятку. Друзья, ну согласитесь. Наверное, вы со мной намного сочнее смотрится. Даже НХЛ-17. Бобровский, поймай, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, подождите. Я попробую отбиться в этой атаке. Потому что Финна опять включили режим. Но здесь нам повезло. Просто не попали по воротам. Да ладно. И вновь они прессингуют. Воу. Хорошо. Можно даже свою контратаку сорганизовать. А ну-ка на дальнюю штангу. Никто не хочет нам открыться. Зато есть здесь подкрывание защитника. Не будет свистка. Так вот, я хочу свою мысль закончить намного сочнее. Смотрится даже НХЛ-17, когда у команд реальные формы. Вот посмотрите, какая сборная России. Сразу красивая. Действительно красивая команда. Чего она достойна. Еще один опасный бросок. Финны просто придушили нас. И удаление у нас сейчас будет у сборной России, если мы не пропустим. Ооо, какие жаркие последние минуты. Третий период нам придется начинать в меньшинстве. Хотим напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость их прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что не теряя ни минуты, заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинай зарабатывать вместе с нами. Финляндии. Теперь бы нам им воспользоваться. Бля, это пипец. Я в шоке от тупизны ботов, друзья. Фух. Я жду в одну сторону раскатку. Их вообще там никого нету. Я качусь в одну сторону, а они все вместе со мной в эту же сторону катятся. Вышел уже у них игрок, но мы тут можем на добивание сыграть. К сожалению, не получилось. Бас хороший, бросочек. Ну, почему нам не повезет? Почему Жайба ему за шиворот не завалится? Уходим. Кучеров. Там Овечкин может открыться, но пока не полу... Бля, это пиздец вообще. Они просто прячутся за защитников. Ой, хорошо. Какой пас. Выход один на один на последней минуте встречи. Да что ж, как этого Рина обыграть-то, а? Ой-ой-ой. Выбросите ее, пожалуйста, отсюда кто-нибудь. Я не могу, друзья. Невероятный матч. Вторая игра подряд напряженнейшая. И второй матч подряд овертайм. Фух. Держим кулачки за вабончика, ребята. Сейчас самые важные пять минут. И шайба у нас. Можно пробовать. Можно пробовать. Овечкин открывается в дальний угол. Но-ка. Ой-ой-ой. Еще раз мог Саша перехватить назад. Теперь назад отрабатываем. Ёп твою мать. Сейчас мы на втором месте. Неужели то, что мы сыграли в ничью... И у нас три очка. Почему у нас три очка? Мы же выиграли у Северной Америки. Хоть и у овертайма. Нам должны были два добавить. Я просто, если честно, не помню систему подсчетов очков. Но да, друзья. Неужели мы выйдем из группы? Даже несмотря на то, что проиграли сейчас. Это просто чудо какое-то. Я в шоке. Я не знаю, что сказать. Мы вышли из группы. Да, мы вышли из группы со второго места. И у нас в соперниках в полуфинале будет сборная Европы. Да, сборная Европы со сборной России. А там США, Швеция, Канада не вышла из группы. Да ладно. Как бы они победители вообще-то были этого турнира. Но вот такая вот история, друзья, канадцы. Давайте посмотрим, что у них там было в группе. Какая ситуация. Да, Канада заняла тоже третье место. Только, точнее, у Канады такое же количество очков, что и у второго места. Но по разнице, походу, и по какой-то другой статистике они не проходят дальше. Вот это интрига. Вот это Кубок Мира. Вот это сумасшествие. Я не знаю, что говорить. Я чудом вышел из группы. Я надеюсь, это заслужило кучу лайков. Потому что я бился, как волк. Вы видели до последнего. Невероятный Кубок Мира. И дальше что-то вообще новое. Нас ждет Европа. А в финале либо вновь шведы, либо американцы. Пишите, пишите свои предположения, как дальше турнир будет продвигаться. Но я в невероятном и шоке, и восторге. Короче, подписывайтесь на Инстаграм, на этот канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Обязательно рекомендуйте своим друзьям это видео. И до скорых встреч. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok